Возвращение к родным берегам. Сколько фильмов, репортажей посвящено этим волнующим минутам. Первым на подходе к порту встречает моряков лоцманской катер. За кормой тысячи морских нюй. До причала рукой подать. На этом последнем отрезке пути корабль поведет уже не капитан, а портовый лоцман. У экипажа рефрижераторного судна Янис Райнис отличное настроение. Доставлено свыше 1600 тонн груза. Из них 85 тонн сверхпланового. Здесь, в Калининградском порту, всегда гарантирована быстрая разгрузка. Калининградский морской торговый порт, западные ворота нашей страны. Через них ежегодно проходит свыше 3 миллионов тонн народно-хозяйственных грузов. Борьба за повышение эффективности производства объединила усилия всего коллектива калининградских портовиков в 9-й пятилетке. Успешному решению этой задачи служат прежде всего новые прогрессивные методы труда, новые формы социалистического соревнования. Одна из этих форм – комплексное соревнование портовиков совместно с моряками и железнодорожниками. Заключение договоров на комплексное социалистическое соревнование повышает взаимную ответственность, помогает ликвидировать простой, позволяет досрочно завершить разгрузку. 12 тысяч тонн сахара-сырца, доставленные из Кубы экипажем теплохода «Валерьян Куйбышев», разгружены на 25 часов раньше срока. Это лишь один из многочисленных примеров эффективности содружества моряков, докеров и железнодорожников. Отлично потрудилась на разгрузке бригада, возглавляемая коммунистом Леонидом Ивановичем Байдаченко. Она работает по методу Ильичевских портовиков, одобренному Центральным комитетом КПСС. В бригаде Байдаченко 36 человек, большинство из них докеры-универсалы. Овладение смежными специальностями и передовой техникой позволило Леониду Байдаченко и его товарищам уже сегодня выйти на производственные рубежи июля 77-го года. Совершенствуя организацию труда, калининградские портовики провели большую работу не только по специализации бригад, но и причалов, складов. Переход на доставку и перегрузку муки пакетами и мешками позволил полностью ликвидировать на этом участке ручной труд и в 2-3 раза повысить производительность труда. В укрупненной бригаде, специализированной на перевалке мешковых грузов, 17 человек получили права крановщика, водителя авто и электропогрузчика. Каждый трудовой предсъездовский день ударный. Под таким девизом работает коллектив, возглавляемый Сергеем Капранчуком. Взяв повышенные социалистические обязательства в честь 25-го съезда КПСС, бригада наметила ко дню открытия партийного съезда переработать сверх плана 40 тысяч тонн груза. Диспетчерское совещание. Оно проходит по утрам одновременно в трех кабинетах. У начальника порта Аркадия Евгеньевича Михайлова, у начальника первого района и начальника порта флота. Так легче скоординировать работу всех участков, уточнить задачи на предстоящие сутки, выработать план совместных действий. Повышение эффективности производства, изыскание новых резервов пронизывает сегодня все звенья, всю структуру такого большого хозяйства, как калининградский морской торговый порт. Ощутимый вклад в общее дело вносят портовые технологи. Четверть века работает здесь конструктор Владимир Владимирович Рябинин, автор многих рационализаторских предложений. Особенно много новых грузоподъемных приспособлений создано и освоено в порту за годы девятой пятилетки. Среди них автоматический крановый захват для газовых труб большого диаметра. С его помощью удалось повысить выработку на 28% и разместить на тех же площадях в три раза больше труб, чем прежде. Автоматический крановый захват, созданный калининградскими рационализаторами, успешно применяется и в других портах страны. Внедрение все более совершенных средств механизации, прогрессивных приемов и методов труда выдвинуло калининградских портовиков в число лучших производственных коллективов страны. Одно из таких новшеств комплексно механизированная перегрузка целлюлезы укрупненными пакетами. Производительность труда на этой операции возросла в три раза. В 86% достиг уровень механизации в перегрузочном процессе. Сегодня основная профессия в порту докер-механизатор. Эти кадры сняты на совещании во дворце культуры моряков, где подводились итоги социалистического соревнования портовиков за первое полугодие. По итогам соревнований коллектив Калининградского морского торгового порта был награжден переходящим красным знаменем Министерство морского флота и ЦК профсоюза работников морского и речного флота. Портовикам было передано на вечное хранение переходящее красное знамя Балтийского райкома КПСС Калининграда. Лучшим работникам порта были вручены знаки «Ударник девятой пятилетки». С тех пор прошло несколько месяцев. Включившись во всесоюзное социалистическое соревнование за достойную встречу 25-го съезда партии калининградские докеры уже в октябре рапортовали Родине о досрочном выполнении задания девятой пятилетки по объему грузопереработки и росту производительности труда. Мы рассказали лишь об одном передовом коллективе тружениках Калининградского морского торгового порта. Но в его работе, в его трудовых успехах отражены наиболее существенные процессы происходящие во всей производственной жизни страны на финише пятилетки в преддверии 25-го съезда партии.